Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 30 сентября, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Веры, Надежды, Любови, Софии, Павла, Серафима, Ирины, Иоанна, Александра. Ильи, мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святом. Святые мученицы Вера, Надежды и Любовь родились в Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой. Назвав своих дочерей именами трех христианских добродетелей, София воспитывала их в любви ко Господу Иисусу Христу. Святая София и ее дочери не скрывали своей веры во Христа и открыто исповедовали ее пред всеми. Наместник Антиох донес об этом императору Адриану, и тот велел привезти их в Рим. Понимая, зачем их ведут к императору, святые девы горячо молились Господу, просят, чтобы он послал им силой не устрашиться предстоящих мук и смерти. Когда же святые девы с матерью предстали пред императором, все присутствующие изумились их спокойствию. Казалось, что они были званы на светлое торжество, а не на истязание. Призывая по очереди сестер, Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные девы, вере было двенадцать, надежде десять, а любови девять лет, оставались непреклонны. Тогда император приказал жестоко истязать их, святых девиц жгли на железной решетке, бросали в раскаленную печь и в котел с кипящей смолой. Но Господь своей невидимой силой хоронил их. Младшую любовь привязали к колесу и били палками, пока ее тело не превратилось в сплошную кровавую рану. Перенося невиданные муки, святые девы прославляли своего небесного жениха и оставались непоколебимыми в вере. Святую Софию подвергли иной, тяжелейшей пытке. Мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей, но она проявила необыкновенное мужество и все время убеждала девиц претерпевать мучения во имя небесного жениха. Все три девы с радостью встречали свою мученическую кончину. Они были обезглавлены. Чтобы продлить душевные страдания святой Софии, император разрешил ей взять тела дочерей. София положила останки их в ковчег, отвезла с почестями на колеснице за город и похоронила на высоком месте. Три дня святая София, не отходясь, сидела у могилы дочерей и, наконец, предала свою душу Господу. Верующие погребли ее тело на том же месте. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо. Каждый человек, приходящий в этот мир, имеет явное или тайное желание быть счастливым. Человек создан для счастья, точнее даже для блаженства, для вечного блаженства. И земная жизнь, или счастье в земной жизни, зависит от многих факторов. Но одним из основных является семья и жизнь человека в семье. Потому что жить без любви невыносимо. Человек, собственно говоря, живет любовью, энергией любви, которую отдает и получает от родных и близких. И в первую очередь, конечно, получает от Бога. Но научиться любви можно только в семье. А для этого нужно знать, как создавать семью. Это основной и главный предмет, который должен быть в школьной программе. У нас много говорится на английском языке, много всевозможных предметов, которые, скорее всего, никогда не пригодятся человеку в жизни. Потому что он выберет узкую специальность, сдаст три экзамена, математику, русскую, физику. Закончит какой-нибудь строительный факультет и никогда, может быть, и не вспомнит ни про химические опыты, ни про ботанику с какими-то знаниями растений. И будет спокойно, неплохо себя чувствовать. Но с вопросами в сфере семейных отношений он столкнется обязательно. Столкнется неизбежно. И от того, как он их будет решать, собственно, будет и будет зависеть его счастливая или несчастная жизнь. К сожалению, то, что мы видим и слышим об отношениях между мужчиной и женщиной в средствах массовой информации, в основном сплетни, ложь, дезинформация и явный разврат, извращение понятий истины. То, что мы часто видим в собственных семьях, к сожалению, тоже далеко не удовлетворительный пример, но поскольку семьи строят отношения по тому, как им показывают по телевизору. А молодой человек или девушка, они обязательно должны знать, каким образом создавать семью. Из тех семейных институтов, которые об этом беспокоятся, только на самом деле в церкви сохранилась... Вот такая история произошла с одним молодым человеком. Дмитрий, молодой православный бизнесмен, считался на своем приходе завидным женихом, но невесту выбирал долго. Венчаться он собрался только в 35 лет. Уже здесь кроется определенная ошибка, потому что все нужно делать вовремя. Вот и есть время для создания семьи. А так можно простоять на берегу, как Паисий Святогорец говорил, двое человек встали на берегу реки, пошел дождь, один рванулся в реку, тот говорит, куда? Говорит, мне на другой берег. И быстренько преодолел. А умный, размышляющий о том, что сейчас нужно все взвесить, переждать, он так и остался. Река разлилась, и он остался в одиночестве на берегу. Поэтому в каком-то смысле требуется определенная доля безрассудства, решимости, точнее сказать, при создании семьи, но не безголовости. И вот 35 лет. Современные городские девушки, в том числе церковные, не соответствовали его вкусу. По его мнению, они далеко отстояли от идеала православной жены, так как слишком были увлечены работой, карьерой, модой, косметикой, путешествиями, веселыми компаниями. Мечтал он о тихой скромнице, похожей на Настеньку, из детской сказки «Морозка». В поисках чистой, неиспорченной, городской суетой невесты Дмитрий объездил на своем джипе немало глухих уголков России и в одной из пустеющих деревень встретил ее, девушку своей будущей мечты, с русой косой до пояса. Да еще и ситуация знакомства была романтической. Настеньку пришлось спасать от двух приставших к ней около клуба пьяных местных хулиганов. Дмитрий был счастлив, уж теперь-то ему гарантирована семья в соответствии с его идеалом, смиренная жена-домохозяйка, детки мало-мало-меньше, дома порядок и уют, главе семейства от всех почет и уважения. Но вступив в законный брак и освоившись в московской квартире, молодая жена все увереннее начала показывать свой характер. В свои 18 лет она оказалась гораздо более сильной и боевой личностью, чем супруг. Ну, понятно, что в деревне ближе к природе человек как-то более собран, энергичен. Через год Настенька в кавычках родила сына и, гуляя с коляской около элитного дома, постепенно начала втягиваться в круг его жильцов, знакомиться с принятыми в их кругах стандартными правилами жизни. Сначала она потребовала от мужа шубу, не хуже, чем у других соседок. За шубой последовали второй автомобиль лично для себя, обязательно маленький и красный, абонемент в фитнес-клуб, процедуры в салонах красоты, отдых на Мальдивах, ведь все нормальные люди проводят там отпуск. Мечты Дмитрия о многодетности не осуществились. Настенька заявила, что не собирается пока рожать второго ребенка, а лучше получит высшее экономическое образование. Дмитрий пытался проводить с женой воспитательную работу, тоннами скупал и выкладывал на ее косметический столик литературу о том, какой должна быть православная жена, приглашал домой для беседы знакомых священников, приводил в пример знакомые многодетные семьи, но Настенька к вере, церкви и православным представлениям о жизни оставалась абсолютно равнодушна. Единственное, что она соглашалась делать, это изредка причащать ребенка, чтобы не болел и не сглазили. Когда у мужа лопнуло терпение, он пригрозил Настеньке разводом, в том случае, если она не научится соответствовать его православному идеалу кроткой смиренной жены домохозяйки, она собрала вещи в свою маленькую красную машинку и уехала с сыном в деревню к маме. А через некоторое время вернулась оттуда назад к своей привычной московской элитной жизни, но уже не к Дмитрию, а к другому состоятельному мужчине. Через три месяца после развода Дмитрий снова сел за руль джипа, поехал по малым городам и весям в поиске подлинно благочестивой невесты. Теперь на его 20-метровой кухне с барной стойкой обживается 18-летняя Светочка, пока что очень кроткая. Как говорят добрые американские парни, no comments. Что можно добавить к этому рассказу? Во-первых, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. О жизни вообще не надо мечтать. Нельзя себе строить представление о том, как и что оно сложится. Каким бы я хотел видеть свою жену, какой бы, или свою дальнейшую жизнь, нужно жить в нем сегодняшнем. А в сегодняшнем нужно научиться трезвению. То есть трезво размышлять, оценивать ситуацию, не фантазировать, не мечтать о том, чтобы было все, как в сказке. Потому что все, как в сказке, бывает в сказке. А в жизни все очень прозаично, порой банально. И попроще относиться к жизни. Но в то же время, понимая, что жизненный выбор спутника жизни, это на всю жизнь, это навечно. О том, как быть, чтобы не сделать ошибки, в таких важнейших шагах, об этом очень здраво, интересно рассуждает священник Илья Шугаев в своей книге «Один раз и на всю жизнь». Потому что, слава Богу, бывают такие семьи, в которых «Один раз и на всю жизнь». И всю жизнь живут и в радости, и в горести, и в болезни, и в здравии. Рожают, воспитывают деток, преодолевают трудности, учатся терпению, смирению. Один раз и на всю жизнь. Для тех, кто интересуется, почитайте, посмотрите. Ну так, лучше на берегу. Не постфактум пытаться исправить, а заранее. Пока еще в юности, пока еще не начались опыты, проб и ошибок. Хорошая, здравая книга, хорошие советы. Но в любом случае это остается инструкцией. Всегда в жизни нужно не забывать про голову и про сердце. Всегда думать. Не ходить прямыми углами. Потому что всегда бывают разные условия, разные нюансы. Но, тем не менее, общие правила, как закон, как заповеди, их нужно знать и понимать. Величайшая наука устроения семьи. Дай Бог, чтобы ошибок в ней было меньше. Потому что слишком тяжелы и скорбны бывают ошибки на этом пути. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...